Добрый вечер, дорогие друзья! Завтра у нас дата, печальная дата, 5 сентября. Ушел из жизни наш друг, замечательный человек, великий летчик Сергей Мельников, Сергей Николаевич Мельников. Бог его знает, может быть, когда, если бы он знал, а может он видит, что мы собрались все здесь, чтобы почтить его память. Может быть, ему от этого там хорошо. Я вообще считаю, что далеко не каждый человек заслужит такого внимания, чтобы ради него устраивали такие памятные вечера. А он заслужил, безусловно заслужил это. К сожалению, мало здесь его коллег, летчиков, но просто сентябрь, я просто знаю, что все в разлетах. Шендрик Володя во Вьетнаме, Арцебарский в Ахтубинске, там Фролов в Беларуси и так далее. А то бы, конечно, они здесь были. Горнаев просил передать всем привет, он в Лос-Анджелесе. Саша сидит сегодня, как он сказал, в том баре, в котором он сидел два года назад. И когда Сережа последний раз позвонил его и поздравил его 1 сентября с днем рождения, и говорит, я понял, что он прощался. Ну, тем не менее, спасибо всем, кто пришел сегодня в этот день. Сережа, вообще, за долгие годы моей с ним дружбы, нас, конечно, много сближало, и авиация сближала, и горные лыжи, и любовь к песне, любовь к стихам. Он никогда не пропускал юмористических концертов, которые я организовал, поэтически всегда приходил. Вот. И... Ну, он был добрым человеком. Не добреньким, а добрым. Но одновременно он был жестким человеком. Он человек, который мог сказать правду, и подлецу сказать, что он подлец. Вы знаете, я храню журнал «Авиасалоны мира». Там, наверное, одно из последних интервью с Сергеем, и где он говорит такие слова нашим эффективным менеджерам из правительства о них, о их отношении к нашей любимой авиации. Он такие слова говорит, что я вообще нигде такого не читал и не слышал, чтобы людей не боялись так говорить в лицо этим. В общем, этим. Для нас, для большинства нашего круга, я имею в виду уже головолыжно-творческий клуб «Чигетия», в котором, кстати, он был учредителем и одним из основателей, он просто хороший парень, веселый парень, замечательный парень, с которым здорово находиться в компании, который всегда... Когда он в компании, то все знают, что это будет весело, все будет замечательно. Но немногие все-таки из нашего гармолыжной тусовки как бы знают его реальную работу. Собственно говоря, мы все, конечно, знали, все вы знали, что он герой, что он лёгкий испытатель, но многие даже не представляют, насколько велика эта профессия, насколько он был в ней велик. Я надеюсь, впоследствии, что присутствующий на этом вечере, знаменитый, наверное, самый знаменитый лётчик современности, Виктор Георгиевич Пугачёв, герой Советского Союза, нам немножко скажет о нём, о Серёже и о его, в его профессии. Но это чуть позже. А сейчас, Рашид, наш вечер начать с минуты молчания. В память о Сергею Михайловичу. Спасибо. А мы с Серёгой ушагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке, жуём мороженое мы без остановки, в тайге мороженого нам не подаём. То взлёт, то посадка, То снег, то дожди, Сырая палатка, И путь тем не жги. Идёт молчливо, В распадок рассвет, Уходишь счастливо, Приходишь, привет. Идёт по взлётной полосе Мой друг Серёга, Мой друг Серёга, Серёга Санин, Серёге Санин. Ну легко под небесами Другого парня В небо не пошлют. То взлёт, то посадка, То снег, то дожди, Сырая палатка, И дни всем не жги. Идёт молчаливо, Идёт молчаливо, В распадок рассвет, Уходишь счастливо, Приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге, Капоты, крылья, Два дня искали мы Серёгу, А он там же не долетел, Совсем немного, Не дотянул он до посадочных огней. То взлёт, то посадка, То снег, то дожди, Сырая палатка, И писем не жги. Идёт молчаливо, В распадок рассвет, Уходишь счастливо, Приходишь, привет. Приходишь, привет. Приходишь, привет. Дорогие друзья, мы фестиваль наш и сегодняшний вечер начали с песни, которую сочинил наш великий современник Юлий Висборн. И наши утопы фестиваля начинали с этой песни. В этом году её исполняла дочь Висбора, Таня и внук Юра. И, наверное, будет правильно, если лучшие люди нашей страны, которых называют лётчиками, штурмами, авиаконструкторами, вот у них сейчас нам, мы хотим с гордостью сказать, что у них есть свой собственный фестиваль, авиационный фестиваль в городе Жуковсков, когда наша страна сейчас начала выползать из кризиса глубокого в 90-м году. И возглавляют это движение лучшие люди нашей страны, наши интеллектуальные центры, город Жуковский и фестиваль, который мы с вами провели 18 августа этого года. Фестиваль памяти. Да, полёт продолжается. И мы хотим сейчас попросить, как сказал Владимир Дородьевич, одного, самого, наверное, знаменитого лётчика нашей современности, Виктора Дмитриевича Пугачёва, Вы знаете, я ещё хочу сказать два слова, Виктор Георгиевич. Очень немногие лётчики имеют фигуру высшего пилотажа, именную фигуру. Вы знаете, петля Нестера, да? И вот ковра Пугачёва. Вы все смотрели эту ковру на Максе? Автор этой фигуры Виктор Георгиевич Пугачёв. Добрый вечер. Я очень рад и горд той возможности, которая сегодня представилась мне, впервые быть на, к сожалению, впервые быть на этом фестивале. И я выражаю большое признательность от организаторов этого фестиваля, всем, кто сегодня здесь в зале, всем, кто был на фестивале в Жуковском. А я знаю, что отзывы о нём, ну, исключительно положительные. И авторитет его, безусловно, растёт. И это радует, потому что Сергей Мельников – это Сергей Мельников – это уже такое имя, живое имя, которое олицетворяет вообще не только лётчика-испытателя, а вообще лётчика по профессии и гражданина по сути. Вот здесь были показаны замечательные совершенно кадры. Я тоже, к своей радости, впервые многие из них увидел. Но я бы хотел сказать следующее, что вот маленькая часть той работы, которая здесь представлена, это работа по корабельной авиации, создание нашего первого первого полка, помощи Казани, это совсем небольшая часть, хотя она занимает годы напряжённейшей работы. Это примерно так с 86-го, практически по настоящее время. И вот ребята, которые говорили о вкладе Сергея в формирование и создание методики обучения и вообще освоение самолёта 233 на корабле, он, ну, трудно просто переоценить. Я бы хотел сказать о том, что Сергей это личность, прежде всего личность, потому что в авиации, в профессии нельзя быть, ну, просто любителем авиации. В ней, особенно в лётных испытаниях, необходимо иметь желание и возможность полной самоотдачи, направленной на то, чтобы выполнить поставленную задачу. Вы представляете, все хорошо, да? Ведь в руки лётчика-испытателя, в том числе и в его руки, неоднократно поступал самолёт, который только что создан многотысячными коллективами нашей страны. И вот этот первый маленький ребёнок, который поступает на испытания, передаётся в руки лётчика-испытателя. Представляете, с какой надеждой и с какой верой все те тысячи людей, которые создавали этот самолёт, смотрят в глаза этому члену своей команды, которому доверяют своё детище. И здесь он, как профессионал, не имеет права ни на ошибку, ни на отвлечение, и тем более на самолюбование, самокрасование. Потому что иногда, ну, бывает так, что кажется, так, что слетал, полетал, что-то там сделал, какую-нибудь эту самую, да, грызу, и о тебе начали бы все говорить. Нет, в лётных испытаниях это исключено напрочь, потому что лётные испытания обязывают лётчика положить на плаху все свои знания, все свой талант, всю свою волю, всю свою надёжность и всё своё доверие, которое оказано ему огромным коллективом, для того, чтобы, вот, в конце концов, этот первый переведец стал на крыло, и в наших военно-воздушных силах, в наших военно-морских силах появился новый, новый, ну, в частности, наш истребитель. Сергей совершенно уникальная фигура, он жил, мне трудно говорить о нём вообще в прошедшем времени, потому что для меня он и сегодня рядом, и я часто, в общем-то, и вижу его, и во сне, и во его, и часто вообще-то общаюсь, потому что для меня он был очень близким человеком, вообще в жизни не часто бывает, когда у мужчин бывают настоящие, преданные, верные люди, с которыми можно долго, тесно работать и получать от этого удовлетворение и удовольствие, потому что, ну, все мы очень разные, и часто, или как по большей степени, в общем-то, имеем, может быть, больше противоречий, чем единственное. Вот Сергей та самая удивительная личность для меня лично, которая, ну, практически мы совпадали с ним во всех взглядах на жизнь, потому что он отличался тем, что жил не по понятиям, а по принципам. Его принципы были настолько чисты и тверды, добры, что вообще, говоря, оппонентов у него по этому поводу практически никогда не было, а если были, то они не имели аргументов для того, чтобы, скажем, в каком-то принципиальном вопросе с ним можно было бы дискутировать. И мне это всегда было приятно отличать, потому что, в общем-то, по многим, действительно, очень принципиальным вопросам, ну, наши мнения совпадали. Это, поверьте, дорогого стоит в жизни, когда занимаешься серьезной работой. Сережа, как профессионал, о нем, можно говорить, нескончаемо, потому что, придя на фирму после школы летчиков, до этого он закончил Ейское авиационное училище, затем служил в нашем авиационном полку в Кировраде, и везде сейчас его инструктора, его командиры, те еще, кто еще ходит по этой земле, прекрасно помнят, и, ну, говорят о нем, как о курсантах сегодняшнего дня, то есть, он в их сердцах остался курсант Медриков, со своими приколами, со своими понятиями, со своими принципами и с той техникой, с той техникой пилотирования, которую они ему вручили, с которой он пошел в жизнь. А, видимо, и родители, безусловно, родители, и та среда, в которой он долгие годы жил, работал, общался, привела к тому, что, вот он стал тем, кем есть. Он заслужил, заслужил этот фестиваль, ну, не, как бы сказать, заслужился этот фестиваль действительно своей, необыкновенной, со своими обаянием, чувством дружбы ко всем, с кем он соприкасался, чувством уважения и доброго отношения к каждому, кто имел с ним возможность работать и общаться. Сережа один из тех людей, которые, с которыми, вот, мы говорим, да, можно пойти в разведку с человеком или нет, да, как такой показатель надежности. Так вот, о нем, можно сказать, это совершенно спокойно, с ним можно было идти куда угодно. Не просто в разведку, можно было идти в ресторан, значит, за Геаловку, можно было ехать за Виноградом, в любое место. И ты точно знал, что рядом с тобой совершенно надежный, твердый, уверенный и понимающий тебя человек. Я благодарен судьбе, благодарен судьбе, что вот в моей жизни было, может быть, два таких человека. Это Николай Федорович Садовников, с которым я начинал работу на фирме, он был старше меня и какой-то путь проложил, может быть, подсказал мне. А затем, когда Сережа пришел к нам, то, может быть, в какой-то мере, может быть, я для него на начальном этапе был таким, значит, ну, каким-то маяком. И это, еще раз говорю, дорогого стоит. Ну, а то, что он герой России, полковник Северного хода, об этом замечательно сказано в этом фильме, но он еще также авторитет нескольких авиационных держав, таких как Малайзия, Индонезия, Вьетнам. Его там замечательно прекрасно знают. Это человек, который научил, вообще говоря, десятки боевых летчиков в других странах. А это вообще тоже очень непросто, потому что, ну, Сергей замечательно говорил по-английски, но, может быть, иногда не нужно знать какой-то язык, нужно иметь просто некую самоотдачу сердечную совершенно, которую он, безусловно, обладал, и процесс обучения вот иностранных летчиков ему давался как никому легко. Ну, а те задачи сложнейшие, которые он выполнил на этапе переучивания наших летчиков по заправке топлива, по перегону самолетов на корабль, тогда, когда этого не мог никто сделать, в стране он один остался, который в декабре месяце мог в позапрошлом году перегнать в позапрошлом погоде перегнать самолеты на корабль. Ну, можно себе представить? Ну, вот один. Больше не было, хотя, значит, как бы были подготовлены ночи, но на Север наступила ночь, как бы, может быть, по закону и он не мог бы этого делать, но мы вдвоем так собрались, Север и сказали, ну, а кто еще, кроме тебя? Ну, некому. Ну, давай, Сережа, лети. И он после каждого перевода из вертолета докладывал мне по телефону, говорит, я уже один перегнал, теперь гоню за вторым. Это огромное доверие, огромная ответственность, которая лежала на нем, но, вот еще раз говорю, сила и дух, и душевная широта этого человека заключалась в том, что он точно знал, что это он может сделать не во благо себе, а во имя, во имя какой-то большой цели. Это, вот, его косырная карта характера. Ну, если еще, может быть, что-то. Спасибо. И вот, и вот, и любимые песни ваши, и Сереги. Спасибо. Аплодисменты. Ну, сейчас я хочу дать слово замечательному бортому, другу, авиационному технику, как он подсказывает, Михаил Калебкин. Я всю жизнь работал, оказывается, рядом и занимался тем, что обеспечивал ряд моментов, связанных с нашей обороноспособностью. И всю жизнь завидовал летчикам, на которых я смотрел очень издалека. Сергей Николаевич, человек, который впервые выполнил 100 и 200 посадок на палубу авианосца. Человек, который выполнил более 500 посадок на аэрофинишер с различными вариантами заправок. Сергей Николаевич, в 1995 году при отработке и складывании крыла в режиме предельных ветровых нагрузок, поврежден левый крылевой топливный бак самолета Су-33. И в первой мировой практике Сергей Николаевич поднял самолет с вытекающим из кровотоплива с палубы стоящего у причала крейсера. В штатных условиях взлет-истребителя может проводиться с палубы, только движущаясь с определенной скоростью корабля. То есть он его поднял, пригнал на аэродром города Североморска. В 1995-1996 году в качестве летчика-испытателя принимал участие в четырехмесячном автономном первом боевом походе авианосца «Адмирал Кузнецов», где провел испытания системы вооружения. Поручалось ему подниматься в воздух на самолете Су-33 на боевое дежурство в открытом Итяни для выполнения автономных полетов на предельное расстояние. Отсутствие запасных аэродромов предполагало катапультирное летчика при возникновении серьезных аварийных отказов. Однако в экстремальных условиях Сергей Николаевич сумел избежать покидания самолета и сохранил истребителя, осуществив посадку при обрыве трех из четырех принимающих тросов. Виктор Ильич, длина посадочной палубы сколько метров? 120? 180. Посадочная палуба длиной 180 метров. А длина корабля 330, по-моему, да? 200, да? 305 метров длина корабля, да? 180 метров длина посадочной палубы. А длина участка, где аэрофинишируют, там метров 20. Сколько? 40 метров, да? А расстояние между тросами? 10 метров, да? То есть, представляете, а самолет на посадке весит 34 тонны, да? А посадочная скорость 240 километров. Нет, это я просто люди... Представляете, да, вот сюда ходил. 24... Послушайте внимательно теперь. Пытайтесь понять, что я... Для чего я все это говорю, да? Самолет весом 24 тонны на скорости 270 километров в час нужно притереть с точностью 10 метров, чтобы гаком посадочным, этот крючок такой сзади, захватить третий трос аэрофинишера. И тут у тебя рвутся три троса из четырех. Вот. И он самолет саживает. Да. Средиземное море неоднократно вылетало. Я об этом никогда не знал, я его в интернете прочитал. Он мне позвонил и говорит, поздравь меня, пожалуйста, меня допустили до летной работы. То есть, его допустили летать опять между небом и землей, между жизнью и смертью, испытывать замечательное железо, изготовленное замечательными нашими рабочими. У нас тут есть один летчик, у которого, значит, техник забыл, впустили отвертку. И у него потом пришлось самолет сажать, вот в каком состоянии он посадил потом. Вот. Меня поздравили, говорит, пожалуйста, меня допустили до летной работы. То есть, он не позвонил, когда его там депутатом выбрали, да, когда его там еще что-то. Он позвонил, вот меня допустили на войну летать. Вот. В Средиземном море неоднократно вылетал на перехват американских и израильских самолетов, стремящихся приблизиться к авианосцу адмирал Кузнецов. Своими умелыми действиями и маневрами завязывал учебный и воздушный бой, вынуждая иностранных летчиков удалиться от места проведения учебно-тренировочных полетов строевых российских летчиков, осваивавших взлет и посадку на палубу корабля. Когда он, он говорил, что я, говорит, когда езжу на этой БМВ, на своем, по Москве, и меня останавливают гаишники, я им потом показываю удостоверение и объясняю, что, вы знаете, я летчик, я с меньшей скоростью ездить не умею. Вот. Я хотел сказать, знаете, что вот такую вещь. У нас, к сожалению, в стране перепутаны вверх снизом, лево и право. У нас почему-то звездами считают детей, которые не умеют ни писать, ни считать, ни говорить, ни петь. Вот. А они умеют по бумажке там какие-то выученные чужие слова и музыку, значит, исполнять в камеру, а потом хлопают, дают им денег. И все это дело продолжается. Или люди, которые умеют писать стихи и петь песни, да, почему-то считается, что это образец бытодражания. Это продолжается систематически. А вот люди, которые делают то, что никто не может сделать вообще, кроме тебя, о них почему-то забывают регулярно. В славное советское время, да, было принято, что люди должны ездить, вот те, кто пишут песни, прозы, они должны ездить в жизнь, эту жизнь видеть, а потом то, что хорошее в этой жизни есть, показывать всем остальным. Вот у нас есть. И это у нас есть. Вот это у нас есть. А сейчас у нас, судя по нашему телевидению, у нас, кроме Аллы Борисовны Пугачевой и так далее, да, у нас ничего хорошего и нету. Ну и реклама с Нитерсов и прочего. Мы считаем, что это неправильно. Мы считаем, что настоящие звезды, это вот люди, которые сейчас в зале у нас здесь сидят, некоторые из нас, вот, которые действительно светят на небе где-то, да, и ни одна сволочь ничего с этим не сделает. Летишь, ты все время летишь, ты все время в пути, где тельцы, а где рыбы найти. Мотив, твой высокий мотив, горло перехватил. Полет продолжается, полет продолжается, И сзуб поднимается, Твоей дорогой полет продолжается, Высота не снижается, И ты улыбаешься, Нам сегодня, Серега. Летишь, Ты все время летишь, Продолжая светить, Ночи дети и в небе уйти, От себя не уйти, Наши жизни мотив, Без тебя добрым не был. Ласковой улыбке, Танюшиной, Правильной моей фотографии, Мы с тобою общими душами, Время жизни верно истратили, Те, кто в небе плечи расправили, Платят за свою и на ход. Видно, не составилось правило, Лучше забирает Господь. Те, кто в небе плечи расправили, Платят за свою и на ход. Летишь, ты все время летишь, Ты все время в пути, Где тельцы, а где рыбы найти. Жаль, тебя не найти, Ты все время в пути, Без удач и ошибок. Ну и вот у каждого из нас есть учителя. У меня один из моих учителей, Юрий Иванович Весбор. Да, и я хочу еще сразу. Вот комбинезон мне подарил. Мне было ужасно приятно. Я его храню, мы его стираем, Гладим там и все остальное. Барт Михароколин. Полковник Барт Михароколин. Да, вот. И еще, вот тоже похвастаюсь, И галстук. На нем были раньше нарисованы, значит, МиГ-23 и МиГ-21. Это индийские эти самые летчики. Ему там подарили, и он мне его подарил тоже. Вот я вот схожу, Когда у меня хорошее настроение, Или когда я еду на какую-нибудь Очень важную и серьезную работу, Которую я боюсь ужасно. И вот чтобы получилось, Я одеваю обязательно середину галстук. И получается. Он, конечно, нас видит, Он, конечно, нас сейчас всех, Он всем улыбается, вот. И он нас прикрывает сверху, вот. А я спеть хочу песню, Которую, я писал ее очень долго, на самом деле, Потому что вот великие песни Висборра, Их, конечно, невозможно повторить. Вот. Но мы же все дети в душе, Хочется что-то самому тоже подпрыгнуть. И вот песня про Серегу, Которая была написана. Подражание песни Висборра, Я честно говорю. Вот. То есть. Песня Висборра написана Михаилом Халитом. Подсвящается Сергею Николаевичу Миленькову. Самая любимая фотография, Сереги, Это когда он сидит в кабине самолета, У него кормушка в руках. И у него вот. Вот он всем, значит, пиндосом. Мы вас гармошками закидаем. Не шапками, а гармошками. Своей взлетной дорогой Толкнув железный пароход, Взлетает Миленьков Серега, И самолет его сухой, Повыше вверх, поближе к краю, Где кроме неба никого. И солнце близко не играет На мокрым блистере его. Баяна кнопочки потрогав, И отыскавши нужный тон, Выводит на небо Серега Сухого 28 тонн. И он пронзит любые талии, И разрешит любой вопрос. И долетит он, и завалит, Вернется и поймает трос. Желанно очень для любой серьезной нации, Что по земле шагает собственной дорогой. Имеет немножко корабельной авиации, И мужиков таких, как Мельников Серега. Имеет немного корабельной авиации, И мужиков таких, как Мельников Серега. И наблюдая за разбегом, Все останавливают речь, И поднимают взгляды в небо, И расправляют крылья плеч, И чувство старое накроет, На суетой и чепухой. Взлетает Мельников Серега, И самолет его сухой. Желанно очень для любой серьезной нации, Что по земле шагает собственной дорогой. Имеет немного корабельной авиации, И мужиков таких, как Мельников Серега. Имеет немного корабельной авиации, И мужиков таких, как Мельников Серега. Имеет немного корабельной авиации, И мужиков таких, как Мельников Серега. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас, я извиняюсь, конечно, Для чего есть интернет существует? Для того, чтобы нам мозги вправлять. Мы хотим попросить продолжить наш праздник. Сегодняшний. Я считаю, что это все-таки небольшой праздник для нас. Для меня праздник. Я так про себя говорю. Хотя дата трагическая, хотя дата грустная. Мы с Серегой оба были раки, А раки, вы знаете, они всего на свете боятся. Но поэтому делают хорошо. Вот. Ну вот для меня это праздник. Потому что это настоящий человек, настоящая звезда которого, свет которого падает на нас всех. И мы поэтому смотрим в зеркало и видим, отраженный от этого человека свет, видим себя. Вот у меня вот это есть, вот это, вот этого у меня нету и не будет никогда. И это вот, это есть жизнь настоящая. Мы же не будем говорить, что жизнь это когда мы деньги зарабатываем, там где-то бегаем, там светимся, да. А вот это вот и есть жизнь, когда ты с этим человеком пообщался, и ты понял, что ты с ним можешь на равных что-то делать. И, господи, какое счастье, что я, наверное, за свои вот пятьдесят два года жизни, пятьдесят три года жизни что-то научился. Дальней версии. Владимир Дорожьевич Городевич. Знаете, вот я с Сергеем познакомился, когда он был курсантом школы летчиков-воспытателей, и приехали они в Терскол. В каком году? Горные лыжи были, входили в систему обучения, по-моему, летчиков-воспытателей. В каком году? Ой, восемьдесят шестой, что ли? В восемьдесят шестой. Да? В восемьдесят шестой. Вот. Потом на какое-то время мы расставались, а потом, лет пятнадцать уже назад, вот в этом зале, в этом зале подошел ко мне человек, Сережа подошел, я его вспомнил, конечно. Он подошел, они пришли после помина какого-то летчика, я даже не знаю кого, они были в Жуковском, с кладбища Быковского пришли, с Гарнаевым Сашей, и они были слегка поддаты. И он шел концерту, он мне подошел и говорит, спой Аннушку. То есть, вот он помнил ту песню, которую я пел когда-то в Терсколе, на этом вечере. Песня это Бориса Вахнюка, Аннушка это Ан-2 самолет, Антон, соответственно, самолет Ан-12. Ан-12. На судьбу нелетную лиц надо, надо ли на долю, на такую пенять, глупо, но надо менять, а надо ли, и залив креста, накрещать их менять. По самовзлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не у нас, Аннушки, за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Самые нелегкие наши трассы, самая нелегкая наша судьба, те, кто здесь летает, зовутся асами, и, пожалуй, это совсем не зря. Полоса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться, Аннушки, за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. И пускай чего-то здесь меньше, чем где-то, но зато судьбе бесконечной назло. Золотые звезды кладет планета на твоё плечо, на моё крыло. Полоса на взлете гудит бетоном, над аэродромом погода звенит. Не угнаться, Аннушки, за Антоном, ты уж меня, Аннушка, извини. Ну вот и после этого вечера мы с Сергеем уже как бы не расставались и не дружили все эти годы, сколько Бог дал. Ещё я хочу спеть одну песню, которая была им любима, это уже моя песня. То есть в год своего увольнения из военно-воздушных сил, из дальней авиации, я написал песню от лица самолёта, от лица самолёта Ту-95, который выполняет свой последний полёт в силу обсорятельств, что у него закончился ресурс, его перегнали в Альгельс, на базу разделки и на мелкие части ещё раз тащили, чтобы американцы могли посмотреть, что самолёта стратегического ещё одного в России больше нет. Вот. Как мне сказал тот же Борис Вахнюк, с которым я познакомился уже в те годы, он говорит, я понимаю, конечно, что это самолёт, что эта песня не только о самолёте и не столько о самолёте, как и о тебе самом и как о всех нас, кто прощается с авиацией, а у каждого наступает такой момент. Вот. И Сергей, вот, её эту песню очень любит. У нас есть песня от лица самолёта. Мой окончился срок, отработан ресурс, отлетался я, брат, отбомбился. Мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. И пускай я устал, мог ещё полетать, просекая воздушные волны, но теперь на меня уже всем наплевать, скоро срежут винты и пилоты. Помню всё я, до самых последних минут давние погибает мечтатель, но особенно он свой первый маршрут, как меня, усмирял испытатель. Выбиваясь из сил, я хотел доказать свой характер, нрав и гордыню, но что рвал он руками, сумел удержать, и в узде меня держат поныне. Иногда я прыгался, движки выключал и сиреной ревел в перепонки, но всегда экипаж он своё дело знал и меня доводил до бетонки. А потом инженеры лечили меня, заменяя больные детали, и я помнил об этом, имя верность храня, уносясь в поднебесный дарь. Тридцать лет — это срок, отработан ресурс, отлетался брак, отбомбился, мне остался один заключительный курс, тот, к которому я не стремился. Не увидите мне больше багряный закат океана, безбрежные волны. И окончен уже мой последний порад, скоро срежут цветы эпилоны. Дорогие друзья, ну известно, что всё-таки главным делом Сергея это была, конечно, авиация. То есть горные лыжи, как мы вот, наш клуб, это всё хорошо, но всё-таки главное дело это была авиация. И особенно это корабельная тематика. Виктор Георгиевич уже об этом говорил. была создана лидерная группа среди военных лётчиков, которую возглавлял знаменитый генерал Тимура Пакидзе, который герой России. 17 августа, 17 июля 2001 года он погиб, выполняя полёт. Но его дело как бы подхватили другие люди из первой десятки палубных лётчиков. И мне очень приятно, что здесь в числе сегодняшних гостей этого вечера находится один из этих десяти лётчиков, герой России, заслуженный военный лётчик, генерал-лейтенант авиации, командующий авиацией Тихоокеанского флота Иван Иванович Бахланко. Аплодисменты Аплодисменты друзья, любимые, можно говорить, очень много, всю жизнь. У меня судьба корабельных лётчиков паука 279-го села с Ириной Николаевичем уже уже с базовой 93-го. И вот два человека, которые дали возможность уже молодой России освоить весьма сложное дело полёты несущего корабля. Как Тимур Автандилович говорил, что человечество не придумало ничего сложнее, чем полёты завернулся. Но астроломием отличался всегда Сергей Николаевич. Вот чтобы так в жизни что то, что он сильнейший лётчик, высочайший методист, много допусков, которые записаны в моей лётной книге. Это Сергей Николаевич и на ту же заправку полёты в воздухе. Но то, что он обладал ещё чувством юмора, чувством тонкости, педагогической тонкости подойти, найти подход к каждому лётчику. Устроенные лётчики, вы знаете, всегда зажаты в определённые уставы, законы, регламентирующие документы. Лётчик испытатель это свободная личность. Вот он обязан поднимать вот этот металл в воздух, но он тут предоставил им ещё учить на островы лётчик. Поэтому мы, коллеги Сергей Николаевич и Викторович, приняли с большим глубоким уважением и гордостью, что такие два великих человека будут сопровождать наш полк в освоении корабля. Ну, соответственно, и освоение самолёта, потому что это всё начиналось снова островы лётчиками. Ну, Сергей Николаевич, вот чтобы подчеркнуть тонкость его души, вот на первый боевой поход, когда мы пошли, у меня родилась дочь. Ну, так получилось, что заставили по воле и по судьбе женился перед боевой службой, и на боевой службе у меня родилась дочь. И вот многие поздравляли, многие дарили, многие приглашали. Вот, Сергей Николаевич Мельников, что бы вы думали в Средиземном море подарили? в Соску дурачок. Я говорю, Сергей Николаевич, в числе первых, перегонял самолет с корабля делал до разведку. Ну, соответственно, встречались с хлебом и солью. Помнит прекрасно. И Сергей Николаевич на марте или в артаре он купил маски, вот, не буду уточнять страну, наверное, на марте. Вот, различные чудовищные маски такие, приземлился, одел и, соответственно, заруливает на стоянку. А там хлебом и солью съесть еще жены и прочее. Фонарь открывается и это чудовище выходит, поднимается с кабины самолета. Ну, вот, вот это Сергей Николаевич Мельников. То, что он, Сергей Николаевич находил подход к каждому, в каждой ситуации, к каждому. Вот невозможно было услышать, чтобы Сергей Николаевич ругался с кем-то, и говорил какие-то жуткие слова, ну, уставные слова. Вы знаете, в армии, что страна, то, армия без мата, что страна без дипломата. Понимаете? Сергей Николаевич никогда этим не пользовался, потому что достаточные летные и методические качества, ну, позволяли ему это делать очень корректно и весьма. то, что он обучал поводных летчиков, я могу сказать, и вот заслуга Сергея Николаевича, Виталия Георгиевича, в том, Тимура Апакидзе, в том, что мы с корабля не потеряли ни одного летчика. и последний полк работает, летает, осваивает, выполняет боевые походы, и все живы, все здоровы, ну, соответственно, бывают нюансы, но это уже летная профессия, без аварии и катастроф немыслимо. Понимаете, как жизнь имеет начало и имеет окончание. Так идет на работу. Сергей Николаевич это тот человек, которым должны гордиться все. И фирма Сухова, и северный флот, и все летное сословие, с которым были знакомы с Сергеем Николаевичем. И я честно говорю, рад судьбе, что вот так повезло в жизни не только быть знакомым, но и сидеть в воздухе и выполнять полеты при решении сдать боевые службы. Поэтому спасибо. А сейчас нам что-нибудь споет про авиацию майор Мехлюков. Лучший истребитель. Ты не готов, да? Готов. 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 Сейчас он будет настраиваться. Наты проверять. Я про... Сходу с листа. Он умнее нас. Он знает ноты, господа. Он может себе позволить пару минут тут сейчас настроить гитару. Постоять. Все? Готов? Спасибо. Валерий Михлюков. Бывших летчиков не бывает, поэтому вот я скажу, что летчик с МиГ-31-х. Летчик ПВО Написал классный альбом У него есть, ребята, кто еще его не слышал Который называется «Улетные песни майора Михалюкова» Замечательный альбом Лучший альбом Привет, ВВС Кружит наш борт над полигоном Привет, ВВС На голубой просвет погона Ложится тень листа, как мы и так От затаенной где-то в сердце боли Встреча со страной чудес Привет, ВВС Аэродром, стеклей, кабинет Привет, ВВС Как образ женщины Любимой Как часовой с ружьем наперевес Ревниво охраняющий Калитку Зовущую В страну чудес Как будто снова дома Я иду По теплой солнцем Залитой бетонке Сентябрьскую пронзая Синяю летит мой крик Ликующие звонки Как будто снова дома Я иду Перчатки в термошлем Небрежно бросив А рыжая девчонка осень Сплетает в небе паути Привет, ВВС Привет, ВВС Который год, как мы в разлуке Привет, ВВС Уйдят от напряжения руки Привычно утопить форсаж Затем играть простого осязания В забытую страну чудес Привет, ВВС Жибет сигнальная ракета Привет, ВВС В коротком взлете Побъедет Качнув крыло с небес А дарит память ему Как розовым билетом Знакомой страну чудес Как будто снова дома Я иду По теплой солнцем Солитой битонке С дентябрьскую пронзая сенью Летит мой крик И кующие звонки Как будто снова дома Я иду Перчатки в термошлем Небрежно бросив А рыжая девчонка А осень Сплетает в небе Паутинок седину Моя девчоночка Жальная Осень Уже с полтинника Сметает седину Привет ВВС Мы с Серегой И не были друзьями Так большому счету Мы были просто хорошими Приятелями Которые Жестко Мы с ним Несколько тем Чувствовали Объединенную Какую-то определенную Тягу Друг к другу Поэтому Пересекаясь Очень редко Мы иногда Очень много Разговаривали И говорили Но при этом Я подчеркиваю Закадышным другом Конечно Закадышными друзьями Мы с ним не были Единственное Что я могу вспомнить Сейчас Из того Что мы Когда мы с ним И познакомились И Как вот При общении При общем Меня Поразило То Что Где бы я ни находился Вернее Где бы я ни заходил Куда Где я находился Серега Он постоянно Был эпицентром То есть Не было такого Случа Чтобы Кто-то был Главнее Чем он Поэтому Мне с ним Соперничать Не приходилось Понимаете Поэтому я и не хотел С ним соперничать Поэтому Как-то все время Так вот Были На проливе Шли И Познакомились С ним Познакомились С ним Под Именно Именно в тот момент Когда вот Он так же Вот был Центром внимания А Я вошел Как вот И Тут На меня тоже Внимание обратили И нужно было Какого-то сделать Передышку А Был какой-то еще Лохматый год 90-е Я не помню Вот Я еще играть Толком-то И не так не умел Так Поскольку Поскольку И нужно было Что-то спеть Такое Ну чтобы Как бы Объединяющее Да И я вспомнил Что я знаю Песню про Серегу Черт возьми Вот И спел ее Вот по этой песне Мы собственно И познакомились Были времена И было Времечко Где вы пудри Мягкие Как лен Мы года Щелкали Словно Семечки И гуляли Ночи Напролет Семечки И гуляли И гуляли Семечки А что же, не тревожь ты меня, не тревожь. Ох, Серёжа, ох, Серёжа, не вернёшь ничего, не вернёшь. А помнишь ли ты синие скамеечки? Помнишь ли тут белый сирень? Как с тобой в трамвае без копеечки, мы с тобой катались целый день. Помнишь полосатую теньяшечку, брюки шириною в полдуши. С ним где мы летали, не приснятся, нынче мы пожили, всё спешили. Ой, да что за мною, что же, не тревожь ты меня, не тревожь. Ох, Серёжа, ой, Серёжа, не вернёшь ничего, не вернёшь. А ещё купались речки голые, и старались всех перемирнуть. А помнишь, как мы плакали над голубем, этих слёз нам больше не вернули. Помнишь, как трались мы с целой улицей, голодали в вере и судьбе. Верили учительнице улице, как теперь не верим и себе. Ой, да что со мною, что же, не тревожь ты меня, не тревожь. Ох, Серёжа, ой, Серёжа, не вернёшь ничего, не вернёшь. Ой, Серёжа, ой, Серёжа, не вернёшь ничего, не вернёшь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сол, ты чё заслужил? Да. Пожалуйста, слушай. У нас тут, целый фестиваль у нас в Жуковском, поэтому он догоняет тебя. Целовать не маячка? Целовать… Я тебя потом… Я свободен? Есть еще пожелания? Пой Серегу Бельникова Знаешь что, спой песню, которую Серега любил, я знаю какую, любил из своего военного альбома Сороковник Пожалуйста Не ломайся, это тебе идет, конечно, но не ломайся Я грустная песня Пока вспоминай, извините, пожалуйста, Иван Иванович Вов, ты меня извини, да? Народ просит другую песню, можно? Народ Народ Был ясный, погожий солнечный день, и Серега на параплане приземлялся на Чигетскую поляну Ну, Малеха не рассчитал глиссадо снижение и сел на крышу автобуса Митсубиси Но в туре Митсубиси был этот крутой автобус, он этот дороги стоил, и шатер туда вывалился, как контуженный парк по банке, что он никого не трогал, только бум в башкете Ну да, вывалился, посмотрел, там вмятина такая рубленая, ну, он лыжами поземлился, сам-то вроде ничего И Серегу с обзорудки говорит, давай этот, с автобусом рассчитываться Серега не стал долго его взять, ну, он сто баксов ему отдал, вручил, а по тем временам сто баксов, это были хорошие деньги, я помню на них этот Ну да, ну вот, поэтому Серега ему мотал сто баксов и исчез, мы его потом искали-искали, а он сидел там, этот, спокойно, в баре и рассказывал всякие анекдоты То есть забыл уже про это, случай давным-давно, он очень интересный был, момент такой, и когда я ему, в этот день написал эту песню, ему пропел, ему она очень понравилась, как ни странно, да? Проводка Вместе с Мисбором, да, все Да С Серегой Мельником идем по козыречкам И он до точки, блин, и я до точки Равная ему гордые, крутые бугорочки В Москве культуренько вот так не отдохнешь То взлет, то посадка То мир, то чигет Старушка, канатка И жены рядом нет Идешь молчаливо С Серегой Автобус Автобус Я отдохнешь Зеленький Стоял Как на параде Серега, сверху Блин Серега, сзади Теперь в Сарасове В Москве и Петрограде За крышу сметаю Лишь баксами грудь То взлет, то посадка То мир, то тигет Старушка-канатка И жён рядом нет Идёшь молчаливо С Серёгой в буфет Уходишь счастливым Приходим, привет Три дня искали Заикастого шофёра Три дня искали Мы, Серёгу А он в буфете Разминался понемногу И не страдал он От отсутствия посадочных огней То взлет, то посадка То мир, то тигет Старушка-канатка И жён рядом нет Идёшь молчаливо С Серёгой в буфет Уходишь счастливым Приходишь, Серёж Привет Спасибо, Валер Спасибо Я хочу, кстати, добавить чуть-чуть два слова о параплане Отлично Молодец Вот, бежал Всё Был у Серёжи случай, когда летом на Чигете он сломал две ноги на этом параплане Приземился в этом цирке, знаете все, да? На Чигетской поляне Сломал две ноги Это зимой там народу много, а летом там никого И вот он как моресил, дополз до ступенек гостиницы Чигет И там вот его уже подобрали эти альпинисты, возвращавшиеся с восхождения Ну, а потом Он снова приехал, когда всё зажило Кстати, приходилось даже дверь в туалете снимать, да? Да, да, потому что обе ноги в гипсе Дверь не закрывалась Вот Но потом, когда Он снова приехал на Чигет И он снова приехал с парапланом И вот Что значит мужественный человек Ему надо было преодолеть А он говорил, что появился страх Страх появился Это не так просто, ребят Оттуда сигать И он преодолел этот страх И я это видел При мне всё это было И несколько раз это сделал И когда он это сделал Он сказал себе Я это сделал И подарил параплан Сыну старшему Саше Горнею То есть он Вот он сделал это И больше ему этого не надо было Вот такой случай Давай поставим про горы Вот посмотрите Вот посмотрите такой клип Который мы сделали Из фотографий За бредный го А Серёге в горах Чужой для тех Кто здесь ни разу не бывал Поёт Валерий Михалюков А к тем, кто знает Кому он дорог Он в жизнь врывается и ранит На повал Психи Психи Больные люди Психи 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 Про нас знакомые С усмешкой Говорят И никогда им не понять Что заставляем нас менять Жил на лыжи Дом на жёсткую кровать Нет никогда им не понять Что заставляет нас менять Жил на лыжи Дом на жёсткую кровать Город Волшебный город Для тех, кто видел хоть однажды Этот снег Сады из камня Искал узоры Великолепие Хрустальных горных рек Люди Смешные люди Замучен жизнью мой неистовый сосед Всё что-то дащит в огород А сам ночами водку пьёт И мне советами проходу не даёт Всё что-то дащит в огород А сам ночами водку пьёт И мне советами проходу не даёт Город Великий город Где нет ни подлостей Ни мелочных обид Где каждый знает Чего он стоит Где каждый мир струной натянута изменит Часто Когда всё помнит 99-й год В северин Городная Мель В глазах от боли и тоски Я в этот город убежал И с высоты на всё плевал Мой снежный мир Меня надёжно защищал Я в этот город уезжал И с высоты на всё плевал О, снежный мир Меня надёжно саливал Вау Это у мемориальной доски Юлия Висбурга Которую мы открыли в 2006 году На горе Чигер Это Сергей Бордон Справа В тележке Шендрик И слева Сергей На карнавале Горнолыжном Таня Иванова Город Север Нам снятся горы Мы даже дома В основных своих и делах О них мечтаем О них мы спорим О них мы в песне нашём Сергей Григорьев Космонавт Солнце И море света Здесь календарь Ненастных дней Разорван в гриз И что нам нежный Кипарис Мы пьём За головы пьём За риск За стакантов За верверк И снежных Брызг И что нам нежный Кипарис За головы пьём За стакантов За верверк И снежных Брызг С Игорем Уотинсом Горы Запретный город Не может беспокоиться Чудой для тех Кто здесь ни разу Не бывал А к тем кто знает Кому он дорог Он в жизнь врывается И раме На повал Тюменский Барт Гена Балахнин Справа Психи Бальные люди Парауненко Знайс Советский Альпинист Психи Психи И никогда Им не понять Что заставляет Нас менять Жил на лыжи Дом На жёсткую кровать Нет Никогда Им не понять Что заставляет Нас менять Жил на лыжи Дом На жёсткую кровать Город Волшебный город Для тех Кто видел Хоть однажды Этот снег Сады из камня И скалку Собо написано Спустись на землю Великолепие В стаде Горный грех Люди Это нас забросили в вертолёт Где-то на высоте Мы, наверное, Замучен жизнь Четыре с половиной Пищевой сосед Всё что-то тащит В огород А сам ночами Водку пьёт И мне советом Проходу Не даёт Всё что-то Тащит В огород А сам ночами Водку пьёт И мне советами Проходу Не даёт Город Это в чужом город Где, где, в нём Ни подлостей, ни мелочных обид Где каждый знает, чего он стоит Где каждый лет струной натянутой звенит Часто, когда все плохо И меркнет свет в глазах от боли и тоски Я в этот город уезжал И с высоты на все плевал Мой снежный мир меня надежно защищал Я в этот город уезжал И с высоты на все плевал Мой снежный мир меня надежно содержал Город Нам снятся горы Мы даже дома во снах своих идем О них мечтаем, о них мы спорим О них мы песни нашел лучшие поем Солнце и море света Здесь календарь ненастных дней разорван Брызг И что нам нежный кипарис Мы пьем за горы, пьем за риск За сталь контов, за перверк и снежных брызг И что нам нежный кипарис Мы пьем за горы, пьем за риск За стар контов, за... Еще один автор-исполнитель Заслуженный военный летчик Полковник Николай Ясников АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С Сережей Мельниковым я познакомился Вот в том году, когда он на параплане сел Я был тоже на крышу автобуса И самое интересное, что когда он пришел Об этом столе, у него не дрогал ни один нерв Он сказал, ну так получилось Не было нормальной посадочной площадки Я молодым майором После нескольких попыток Убежал поступать в Центр подготовки летчиков-воспытателей В Ахтубинске И там поступил В общем, поступал Но судья случилось так, что меня туда не отпустили И мне очень жаль, потому что я мог бы тогда поближе познакомиться И с Сергеем Может, в этой среде было бы И вообще, летчики строевых частей Очень всегда относились к таким уважением К летчикам-испытателям Когда полк когда-то переучился на какой-то новый тип Всегда приезжал какой-нибудь летчик-испытатель Который этот тип уже освоил И нас, летчиков, помогал войти в строю на этом типе И мы всегда очень благодарны И, в общем-то, как благодарны своим инструкторам Так и летчикам-испытателям Вообще, за те машины, которые они испытывали Вот, наверное, не все знают Когда был самолет Су-9 То была такая поговорка Конструктор сухой, самолет сырой А летчик мокрый Вот, потому что очень тяжелый, сложный самолет А летчики-испытатели это испытывали И запускали И когда стволки не открывались, открывались и так далее Вот И я в этом... Меня поразило, вот когда я был в Ахтубинске В этом центре, в городе в этом жил Убежал в свой выпуск туда Потому что не отпускали И там есть аллея героев такая В этом Ахтубинске Она прямо до Ахтубы проходит Где на этой аллее Написаны имена всех, кто погиб При испытании авиационной техники Экипажи, летчики и прочее Такая красивая аллея Она заканчивается таким хорошим памятником У Ахтубы Вы, наверное, видели это, да? Я почему это говорю? Одно дело видеть погибших летчиков Где-то на кладбище А тут все перед всеми людьми в городе Я так считаю, что вот Эти аллеи героев Должны быть вообще во всех городах И так, чтобы люди помнили И еще я хотел сказать, что вообще Вот она на меня произвела Эта аллея очень большое впечатление Хотя запал у меня не угас И прочее Ну, судьба есть у него Значит, вот И я считаю, что летчики не умирают Они все равно погибают Потому что они до конца борются За свою жизнь Во все времена своей жизни Когда-то такой же менталитет Такой же настрой людей И вот они поэтому и погибают Поэтому вот у меня была такая Родилась такая песня Попай без швючка Я немножко... Они ходили молча в тихий дом С полуночи покинув самолеты Тяжелой, изнуренный трудом Суровой, облеченной заботой За ними тень металла с поугла Нес капитан в охапке Туго сжатый Подбитый мехом кожаный реглан И рваный шлем С глочками дымной ваты Их раздражал Не в меру яркий свет Невозмутимость мнимого покоя И понял я, что с ними друга нет Что прикрывал их там Над полем боя Еще в глазах мерещились мосты Глубки разрывов Черный дым парома И мертвый истребитель полверсты Не дотянувший до аэродрома Входил опять в бою Погиб шестой Реглан в крови Изодран шлем пилота Усталость гнет, но спать уж неохота Какой тут к черту сон Скорее в бой И небо стало для друзей пустынью И оболил деревень в крови Сгоревший истребитель полверсты Не дотянувший до аэродрома На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Сурой обреченные заботой. И каждый выбирал, какое хотел и пробивался. И конкурс в эти ледные училища был. Вот в наше училище поступало 3500 человек, поступило 359. Конкурс в ледные училища. Сейчас финансовый такой конкурс. И вот Сергей был в ЕСКО. Моя закончила Армавирское высшее военное училище. Я вам скажу аббревиатуру, чтобы там будут слова такие. АВАКУЛ. Армавирское высшее военно-авиационное краснономенное училище летчиков. АВАКУЛ. И в училище было принято так. Когда расставались курсанты, то они себе давали такую клятву, не клятву, но обещание, что через 20 лет на день выпуска встречаемся. Кто живой, кто где, встречаемся. И вот когда мы через 20 лет встретились, летчики все, и провели такую, как это, перекличку, то оказалось, что из нашего курса за эти 20 лет погиб ровно каждый шестой. И когда мы собрались, собрались после этого на... Меня это поразило, но и больше поразило другое. Мы собрались там на какой-то базе отмечать, вот это делать, встречу. И утром приехала мать одного нашего погибшего, этого бывшего курсанта, а потом майора, вот она приехала туда, чтобы повстречаться с выпускниками, накрыла стол и вообще очень помените моего сына. И после этого у меня прямо на следующий раз возникла песня. Через 20 лет, друзья, мы встретились, Видно, срок тут быстро пролетел. Так же как-то мы и не заметили, Кто как посетел, как постарел. Сильнее так же те холелиства, В синим небе тот же звонкий год, А из сердца рвутся тихие слова, Ну, здравствуй, я вернулся. А вокруг... А из сердца рвутся тихие слова, Ну, здравствуй, я вернулся. А вокруг... Через 20 лет не все мы встретились, Вместе нам не завидят завиат. И неважно, кто был первым, третьим ли, С другом вместе парой не взлетаться. Положили скромно на плиту цветы, С водкой под краюхою стакан. В этом месте громко не звучат косты, Вспомнили ребят и от Энта. Вспомнили ребят и от Энта. Через много лет друзья мы встретились, Ах, где они, курсантские года? Песни расставания отметили, Чтоб не улетать нам навсегда. И чтоб звучали в мирном небе голоса, И за рюмкой чая на земле, Вспоминать ребят веселые глаза, Навсегда ушедшие в сизы мель. Вспоминать ребят веселые глаза, Навсегда ушедшие в сизы мель. Через много лет друзья мы встретились, Видно, струк тут быстро пролетел, Даже как-то мы и не заметили, Кто как посидел, как постарел. Зеленье так же тихо и листва, В синим небе тот же звонкий гул. А из сердца рвутся тихие слова, Ну, здравствуй, я вернулся. А в округ. А из сердца рвутся тихие слова, Ну, здравствуй, я вернулся. А в округ. А в округ. Лана Мельникова. Наверное, родным говорить тяжело, Потому что глаза все равно на мокром месте. Ну, поскольку папа был веселым человеком, То сейчас бы он этого не одобрил. Я скажу, наверное, кратко. После его ухода я верю и не верю в чудеса одновременно. Просто потому, что он был чудесным человеком и чудесным папой. И, в общем, я считаю, что это чудо, Что у меня был, есть такой папа. А не верю я в чудеса, Потому что, я думаю, что всем нам казалось, Что его сила, его мужество Позволит ему преодолеть все И, наверное, справиться с любой задачей, Даже с такой невыполнимой, Которая перед ним была поставлена жизнью. Но все же вера в чудеса, Благодаря ему у меня больше. И я желаю всем вам, всем нам, Чтобы таких чудес в нашей жизни было больше. Спасибо. Вы знаете, Сергей, кроме всего прочего, Еще одно его хобби было, Кроме параплана, мотоцикла, Там, горных лыж, фотография. Он все время был с фотоаппаратом, У меня была сумка серая, И он катался с этим фотоаппаратом, Не знаю, летал он с фотоаппаратом или нет. И поэтому, вот мы сделали подборочку Его фотографии, Посмотрите, как он здорово снимал. Это его работы. Узнаете, в главном Кавказском хребе Тулужба, Дангузарон. Это 2006 год, полное затмение. Три с половиной минуты на Чигете. Это ледник на Эльбрусе. Птицы, облака, яда. Одна квестерка на тридчатке. Лавина, мы сидели с ним у кафе Ай, А это вершина Эльбруса, Мы с вертолета снимали. Сережа сидел, свесит ноги, И фотографировал. Вот лавина, Серегка сошла лавина. Свертолета, чигет, видите чигет, бугры, танечка на канатке, раз, без кресла. Мир и тепла, и света, и ветром, и снега, и громадина поднималась. Чистый, невесомый, зонт и склон гивы, я пролечу над ними, склон меня обнимет. Это ночной снимок чигета и освещенные сосны, великолепно. Словно брызги эти, невесомый светел, над землей лечу. Кто нас поймал, немножко так подровнял. Клювезли подъемник нас, от нужных дел и лишних фраз. От мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, туда, где небо и полет, чего нам так не достает. Клювезли подъемник нас, от нужных фраз. Саша Низкий с Дербиловым, приготовьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы будем пригласить нас с сыном Андрея Ербилова. Автор, исполнитель, с нами в горах, с Сережей Мельникова в горах. Сейчас нас порают песни. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я не состою в клубе «Щегите» даже. Нет, не состою, на двух столях сидеть невозможно. Но это не важно. Я всегда с вами. И, ну, собственно, с Сергеем я, наверное, родился практически в один год. И даже в июле в одном и том же месяце. И в начале 60-х, когда началось покорение космоса, я, как многие мальчишки, мои ровесники, говорил, что я мечтаю стать космонавтом или летчиком. Но скоро выяснилось, что меня мутит в автомобиле, тошнит на качелях, укачивает в самолете. Я летаю там салатным пакетом. Но я даже, еще не читая Горького, понял, что рожденный ползать летать не может. Но я горжусь тем, что в моей стране есть вот такие люди, как Сергей Мельников, который может гордиться нашей отчизной. Жизнь которых представляет собой сплошной, хотя, может быть, многим и незаметный подвиг. И поблагодарить, конечно же, родителей Сергея, которые сумели вырасти такого замечательного человека. Спасибо. У меня гитара совершенно новая, я еще не знаю, как она будет звучать. До конца. Птицы поют в сосняке придорожно, в ясное небо подолгу смотрю. Жить на земле и не петь невозможно, это я точно тебе говорю. Надо друзей выбирать осторожно, но без опаски вам сердце даю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Счастье порой понимается ложным. Счастье порой понимается ложным, Все же нужны паруса кораблю. Жить на земле без мечты невозможно, Птицу офика Счастье предорожно все мостом. Счастье короткоanner Счастье Счастье Жить на земле без любви невозможно Это я точно тебе говорю Жить на земле без любви невозможно Это я точно тебе говорю Татьяна Разлучались полночью туманною Уводила в бой меня звезда Развращались с Таней, с Татьяной, с Татьяной Не забыть ее мне никогда, никогда Под огнем в погоду окаянную Деречь лицо со мной всегда В бой лечу я с Татьяной, с Татьяной С нею мне и горе не беда Настигнет в небе смерть нежданная Попрошу ее не обождать Чтоб могли бы с Татьяной Статьяной Еще раз друг друга повидать Ну а там прощай моя желанная Смерть отсрочек дважды не дает Эту песню станем с Татьяной, с Татьяной За меня, товарищ, допоем, допоем Эту песню станем с Татьяной, с Татьяной За меня, товарищ, допоем, допоем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, ну, мы решили, что, наверное, вот В традиции русского народа настоящего Главное качество – это терпение и оптимизм И поэтому, вот правильно то, что мы сейчас улыбаемся И я очень хочу попросить Сейчас я вспомнил еще одну историю Мне Серега рассказывал, значит На тяжелом авианосном крейсере «Адмирал Кузнецов» Они там плыли где-то, черт знает где, в Северном море Там слева 500 миль, справа 500 миль, сверху небо И Господь Бог, внизу тоже там 5 километров Вот, и вот они там в каюте с одним мужчиной Я не понял уже, кто это был Мужчина приходит и говорит, Серега, там наверху заяц бегает Он говорит, слышишь, ты вчера что делал? Что мешал, с чем? Он говорит, я тебе говорю Они выходят наверх и видят А корабельная настройка называется «Остров» Вот, и там снежок выпал, и на снежке свежие заячные следы Вот, и они смотрят, что из-за острова выходит моряк И на проводки ведет зайца Ну, Викторович, вы знаете эту историю Вот, ведут зайца, где-то они зайца этого подобрали Или там хранили, как корабельную, значит, реликвию Вот, и вывели зайца Зайца? А? С Крыма С Крыма ехали, да? Вывезли с Крыма Вот так вот, крымские зайцы Вот, а сейчас, дорогие друзья Александр Низкий, наш большой друг Ваши аплодисменты Так получилось в моей жизни, что я как-то вот про корабельную авиацию Вообще про авиацию, ну, так мало, в общем, достаточно знал До этого лета Сейчас объясню, почему Ну, знал, конечно, существуют вот такие вот корабли, на которых есть авиация Знал, что вот Сережа Мельников этим занимается Но так глубоко как-то не был погружен А этим летом так получилось, что судьба занесла меня в Америку Во Флориду И в том доме, в том городе, где я жил Была база военно-морских сил И рядом с ней музей военно-морских сил США И вот, и мало того, в этот период, пока я там был, значит, они проводили там вот это вот шоу Авиашоу, который я вот раньше тоже ни разу не видел А в этот раз я как раз так получилось, что я три раза его наблюдал Потому что это генеральная репетиция Я дважды побывал в этом музее военно-морской авиации И немножко погрузился как бы в эту тему Я понял, насколько это огромный пласт вообще военной жизни Насколько это такая сложная, сложнейшая, тяжелая работа, настоящая мужская работа И я вот когда ходил по этому музею Я вот когда ходил по этому музею Я невольно все время вспоминал Сергея Вот прям я думал, ну вот а Сергей-то ведь это же все умел, все знал Мало того, достиг такого уровня, что мог свое вот это умение передавать другим людям, да? Учить других людей этому И я как бы вот понял, насколько это вот тяжелая, действительно, настоящая мужская работа, которой занимался Сергей И достиг ней больших высот Вот, и еще я хотел сказать, что хотел вспомнить о том, что тоже вот Сергей всегда излучал какую-то положительную, позитивную энергию И когда Степ всегда с ним общался, он всегда был настолько добр, открыт, весел Что с ним всегда было очень приятно общаться И вот общение с ним всегда доставляло радость Ну, я, к сожалению, песен про авиацию не знаю, но спою вам просто песню про жизнь Я забыл о бурях и о громе Мне теперь дороже тишина И живу я в старом-старом доме Из него выходят три окна Первое окно выходит поле Поле наших самых лучших лет В этом поле не бывает горя И любой вопрос вводит свой ответ Там и днем, и ночью солнце светит Летом и зимой цветет земля Не взрослеем Не взрослеем, там играют дети И один из них, наверное, я Огно второе вышло к лесу Темный лес поднялся к небесу И от солнца лес создал завесу От вопросов скрыл ответ И жизнь идет там по лесным законам И я пугался каждого куста Проходя по дробкам незнакомым В час, когда спускалась темнота Третье окно выходит к океану Ровным ветром дышит океан А за ним духовенные страны И никто не видел этих стран Словно вечность океан огромен И сильна спокойствие волна И когда мне тесно в старом доме Я сажусь в третьем окно АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А я три года копил, и инвентарь себе копил. Моя жена сказала с грустью, что я в полной дебил. Не видно, ведь это сразу не видно. Деньги про конец где-то, я запускаюсь в шикета. Бабакрам гоняюсь, словно сумасшедшая ракета. Завидно, мы отдыхаем, завидно. И я подумал, не грусти, что пустой приходит, не грусти. Пусть деньги на исходе не грусти, ведь рядом снег и горы, значит все нормально. Пока! И тут года мне сорок пять, при этом больше не стать. Теперь я маленький и рыжий, на это наплевать. Деньги про конец где-то, я запускаюсь в шикета. Бабакрам гоняюсь, словно сумасшедшая ракета. Завидно, мы отдыхаем, завидно. Но я подумал, не грусти, что пустой приходит, не грусти. Пусть деньги на исходе не грусти. Рядом снег и горы, значит все нормально пока. Значит все нормально пока. Значит все нормально пока. Дорогие друзья, наш вечер потихоньку подходит к концу. Сейчас я попрошу Сашу с Андрюшей зайти вот туда. Андрюш Дербилов и Саша Нестей. Просьба зайти туда, помочь нужно в бытовом вопросе. Девушки всегда нужны, но сейчас без них обойдемся пока. Девушки, приготовьтесь. Дорогие друзья. Больше всего на свете Серега не любил когда грустно, когда у всех кислые лица. Поэтому я думаю, будет правильно, если мы сейчас вот эту песню споем. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что придумали до конца запеть. Когда-нибудь собрались мне в этот край таежный. Только самолетом можно довететь. А ты улетающий вдаль самолет в сердце своем сбереги. Кто не поет, тот враг. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Зеленое море тайги. По крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. По крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков. Мчатся чудо похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая. Ледок нам в Жуковский несколько минут. А ты улетающий вдаль самолет в обоим. Сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море тайги. Зеленое море тайги. Упавший из рюка радист. Ура! Пошли мы вечером, вечером вечером. Друзья, подходим и берем. Пока пилотам скажем прямо, делать нечего. Мы приземлимся за столом. Поговорим о том, о сём. И нашу песенку любимую споем. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом, качмым серебряным тебе крылом Пускай зима забросит нас далеко, пускай ты к сердцу, только никого не допускай Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай Мы там не бравые, 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 но чтоб не сглазили подруги нас кудрявые Мы перед вылетом еще их поцелуем горячо и третьим путем через левое плечо Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом, качмым серебряным тебе крылом Пускай зима забросит нас далеко, пускай ты к сердцу, только никого не допускай Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай Нам нынче весело, 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 чего ж ты, милая, курносы, нос поясила Мы выпьем лаз, мы выпьем лаза, наши славные удва, но так чтоб после не поела голова Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем Над милым порогом, качмым серебряным тебе крылом Пускай зима забросит нас далеко, пускай ты к сердцу, только никого не допускай Следить буду строго, мне сверху видно все, ты так и знай Соседи скажут все, ты так и знай, ты так и знай Друзья, спасибо вам всем, что вы пришли на сегодняшний вид в памяти нашего лучшего друга Сережи Мельникова Давайте помянем, вспомним его, чем Бог послал Мы хотим, чтобы вы поблагодарили людей, которые сегодняшний вечер организовали Прежде всего, это, конечно, Вера Константин Пентильев, наш потрясающий человек, которым мы уже 15 лет дружим в бурисменте Музей Мельникова, большое спасибо Я сюда пришел, Вера, в 1987 году, черт знает когда Во-вторых, большое спасибо Владимиру Давыдовичу Городзейскому, дорогие друзья Вы уже поняли, так что я, вот этот он главный человек, он написал сценарий, всех пригласил Он сделал так, чтобы у вас сегодня все сложилось и звезды сюда привели вас В-третьих, мы хотим поблагодарить организаторы, вас, дорогие друзья Потому что, конечно, это мы празднуем, мы отмечаем свою жизнь В которой правильные ориентиры, верные люди и надежные друзья Где нет псевдо этих вот мелькающих звезд, надувных этих воздушных шаров, пепси-колы и так далее Здесь настоящая жизнь, здесь настоящий снег ночи дети Здесь настоящий лучший в мире самолет, которого всем Советским Союзом вынашивали, нянчали И люди, которые сегодня сюда пришли, это люди, которые сделали так, что Россия великая страна Не потому, что она большая, да, а потому, что у нее есть самолет Су-27 Виктор Георгиевич Пугачев Здравствуйте, праздник, дорогие друзья Иван Иванович наш дорогой, аплодисменты, дорогие друзья Вот это люди, которые сделали так, что мы сегодня можем сгодиться тем, что мы русские Вот, и всем вам, самое главное, всем чедитянам и чедитянкам Всем, кто не члены клуба, всем, кто сюда случайно зашел Большое спасибо за то, что мы сегодня прожили по-настоящему этот великолепный день 4 сентября 2012 года Под эти долгие разговоры можно подходить к этому вечеру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!